Всем привет! В эфире Ивка Уфа ТВ. Каждые три часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды Республики. Мы начинаем! Футбольный клуб Уфа продолжает заключительный в это зимнее межсезонье учебно-тренировочный сбор в Турции. Все новости из стана нашей команды в репортаже руководителя пресс-службы ФК Уфа Сергея Тертышного. Посмотрите, как легко он жмет 140 килограмм. Я думаю, в премьер-лиге немного футболистов найдется, кто так под. Паша, впечатление по ходу упражнения? Очень легко дается, кажется. Видимо, хорошо на прошлых сборах работали. Могу до бесконечности поднимать. Привет! По объему выполняемой работы складывается впечатление, что наш старший тренер Виктор Васильевич Лосик и сегодня мог бы выйти на поле и уж как минимум не испортить картинку. Это только складывается впечатление. А вот и Фриме. По скайпу наговорился, пришел заниматься. По скайпу? Скайп? Нет. Вайбер? Мама. Мама, ну я понял. Ну давай, начинай заниматься уже. А за устал. А за устал, да. А ты чего, путешественник? Аталия, пари, шуба. Президент Путин. Путин, Путин. Президент Путин. Президент Путин. Толстый, да? Толстый, да? Толстый. Красивый. Красивый? Да. Он тебе нравится, что ли? А за красивый, да. А за красивый, да. Выше колено. Не знаю, что мне же аппарат в чем раз. Ну вот видите, наш спецкор уже хватит, хватит, я все прощу, хватит, ты же убьешься Да, не любит хлеб футболиста, хотя со стороны кажется, что все просто Вот видите, мной пытались сейчас сломать тренажер, не получилось Ну, они включили самую высокую скорость, и я подумал, что успею Увы, увы, не все так просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас наблюдали с Денисом Тумасяным за твоей игрой И он тебя особенно выделил, ну и я естественно тоже Нам даже показалось, что ты стал на сантиметр выше То есть все-таки сборы пошли тебе на пользу, да? Подрос Подрос на сантиметр, да? Да, примерно 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 Блэк элифон Пару слов Пару слов? Да Пару слов, скажи Руссия Руссия? Нет Сырина Окей Привет, Туфа Привет, Туфа Я люблю тебя, люблю? Ты тост и сэги Аватар Говори Аватар, ну Давай другой, Аватар 2 Давай, говори Как дела, Хоббит? Как дела, Хоббит? Хоббит? Хорошо, Хоббит Почему тебя Хоббитом называют? Да, Хоббитом Это я и первый сказал ему, что он Хоббитом Он не должен называть Гаргамел 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 Он тебя назвал Гаргамел Эй, дерево Двухметровое, паснийское дерево Да, я выключаю, у меня же рука устала Что вы строите, Виктор Васильевич? Квадратик хочу Хороший построить Квадратик 6-3 Любимый Футболистами Пока наша команда тренируется Кто-то здесь сбоку пристроится к нам Может быть на просмотр хочет парень И так, и так Мелькает перед Игорем Владимировичем Колыванов А Колыванов отвернулся И внимания не обращает Азамат А ты как, капитан команды Кого бы отметил по вечерней тренировке? Ну, кроме руководителя пресс-службы, конечно Я бы отметил Борисовичем Переобучился Хорошо поработал С четверг А из футболистов? Из футболистов Наверное, Фринпом Почему? Потому что его Сибака отвозил сейчас На один набор Понятно Хотел бы еще отметить Аватара Как раз они куда-то полезли Но они могут даже на стуле не вставать Пошли Тополь Кто забил? Тополь Голубов тренирует Зинченко Кому? Давай На какую ногу? Дим, на какую ногу? На левенькую Саша, там пустые ворота На! Не может попасть Дим, ну на чем нужно работать? Молодому что, надо тренироваться Тренироваться и тренироваться Хотя бы по пустым попадать, да? Да, бы так, да Ну попозже мы у него возьмем комментарии В чем же дело А вот вверхом попаду В ворота? Да Смотрим Почти Не, ну тут-то мастер Почти Ну в чем дело, Саша Дима тебя тренировал, Голубов Тренировал Ты не можешь по пустым воротам Дважды подряд попасть Саша, представляю, как будто там Три вратаря стоят А что мне пустые Просто ходить Неинтересно Ну надо еще работать и работать Ну а, есть над чем Вы лучше скажите Почему Маня боится со мной играть в приставку Почему? Ну потому что он толстый Кабан Сага, ты толстый Ты толстый Вечерами занимаются кто чем Например, Диего научился Подделывать голоса И по рации Вводить в заблуждение Работников административного штаба Ты слушаешь меня? Я слушаю тебя Это Шамил Камилович А ты где, а? Ты тренажер был? А? Давай работай, а? Чего бы ты посмеялся? Достань, достань С места Давай, проверяй Ты не с места Ты шаг сделал Ты шаг сделал Ты вот сделал И потом подпрыгнул А ты хочешь с места А ну иди сюда А он Он его носом достанет Носом достану Я головой не знаю А ну иди Он снимает Дебил Я что, дурак что ли? Только не закидывай Это Николай На турецком сборе Футбольный клуб Уфа Провел еще два контрольных матча Все подробности В нашем традиционном обзоре Спустя два дня после игры С минским Динамо Футбольный клуб Уфа Вышел на матч Против представителя Футбольной национальной лиги Нашего прошлогоднего конкурента Оренбургского газовика Газовик и в этом сезоне Борется за попадание В премьер-лигу И пока идет на пятом месте Логично, что Игорь Колыванов В этом матче Дал сыграть футболистам Не получившим в предыдущей встрече Достаточно игровой практики Из тех, кто провел полный матч Против минского Динамо На поле с первых минут Вышел только наш железный легионер Иван Пауревич В первом тайме было много единоборств В середине поля Опасные моменты возникали Достаточно редко Самый опасный момент у ворот газовика Возник на 41-й минуте Когда Эммануэль Фримпонг Перехватил мяч На подступах к Оренбургской штрафной Сильно пробил Мяч прошил вратаря Абакумова И медленно покопился к линии ворот Защитник и вратарь настигли его В районе ленточки И хотя Фримпонг сигнализировал Что мяч все-таки пересек линию Арбитр гол не засчитал Во втором тайме игра пошла поживее Первыми реальную возможность Отличиться упустили газовики На 67-й минуте Активно проведший весь матч Дмитрий Головов Получил отличную передачу В отрыв от Зимченко Вышел один на один И тоже, как и Фримпонг Пробил мячом вратаря Мяч точно так же Медленно покатился в ворота Но на этот раз догнать его не успели Уфа повела 1-0 Но победный счет удержать не удалось Под занавес матча Чудо-удар в девятку Удался ветерану газовика Марату Шагенову Итог матча 1-1 А спустя еще два дня Уфе предстоял еще один Уже третий по счету На этом сборе контрольный матч И снова в соперниках оказались белорусы На этот раз это был клуб Торпедо Белас Из Жодина Игорь Колыванов выставил состав Приближенный к боевому Уфимцы сразу же завладели Игровым преимуществом На острие выделялся Харис Ханжич Которому до поры до времени Не хватало точности в завершении атак Гол назаревал И в середине первого тайма После красивой комбинации С участием Семакина и Марсиньо Ханжич с метра поразил пустые ворота 1-0 Торпеда тут же бросилась отыгрываться В одном из моментов Только своевременный И самоотверженный выход Из ворот Давида Юрченко Спас нашу команду от гола А здесь уже и Юрченко был бессилен В дело вмешалась Лучшая подруга вратарей Штанга Однако последнее слово Осталось за Уфой Фримпонг вывел на рандеву С голкипером Диего Но тот неудачно обработал мяч И отпустил его слишком далеко Счет первого тайма Так и остался неизменен 1-0 Победа Уфы На этом программа контрольных матчей завершена Впереди официальные матчи чемпионата России Возобновление сезона уже совсем скоро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа Не забывайте Наша Республика Наша команда Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова